всем привет из солнечной греции с вами юля вы находитесь на канале о вышивке крестом сегодня я хочу подвести итоги июня месяца я в июне снимала очень мало видео но тем не менее я вышивала время у меня на вышивку было и поэтому сегодня я хочу вам показать какие у меня есть новости продвижения но начать я хочу с готовой работы которую я вам и показывала в общем то ну так сказать для истории давайте еще раз вам ее покажу напомню какие у меня были главные успехи в этом месяце потому что самое главное конечно для рукодельницы это итог это финиш это готовая работа и этот дизайн на от dimmations простая коллекция называется ангел-хранитель работа вышивается на темной основе это 18 каунт ниточек здесь используется немного и техник тоже здесь совершенно немного единственное что в крылышках у ангела используется в 3 и в 4 сложения ниточки полукреста все остальное принципе крестик полукрестик совсем немножко бэкстича чуть-чуть волосы и немножко одеялка свечка но бэкстича здесь совсем по минимуму совсем немножко покажу очень хорошая проработка мало вышивает этот дизайн у меня вот было настроение я его взяла и вышила покупала когда-то просто надо весну надо вес дело покупки он был по скидке и я думаю почему бы не взять пусть будет на нитке может кому-то подарю а вот видите пришло настроение я взяла и вышила этот прекрасный дизайн очень нравится сейчас может быть смотрится простовато но если его оформить вот тогда работа вот тогда работа себя и проявит покажет сюда нужно круглое паспорту какую-нибудь раму красиво может быть паспорту бархатная синяя ах мечты мечты в оформлении ну что у меня есть уже два ангела серия собирается потом всех вместе пойду и оформлю чтобы они были как-то одинаково оформлено то когда по одной работе оформляешь потом все получается такое разношерстное вот я не буду долго заострять внимание на этой работе еще раз покажу чуть чуть поближе и перейдем к процессам я очень люблю рассматривать готовой работы с близкого расстояния крестики да вы все эти переходы обычно вот именно с близкого расстояния работает вдохновляют на их отшив посмотришь у кого-то мы все себе тоже такую хочу так что девочки если у кого лежит в запасах открывайте вышивайте вот такой красивый ангелочек так но и главный процесс месяца июня это мои совы custom crafts оригинальный набор вот такие совушки должны у меня получиться перед вами сейчас развернута полностью вся основа вы можете полюбоваться на то что получается у меня хорошее продвижение но так для меня очень хорошее продвижение чтобы вы могли вспомнить как было я оставлю вставлю где-то фотографию что мне было в прошлом месяце можете посмотреть и я думаю теперь вам видно и понятно какие у меня здесь продвижение я вышла практически ну да я вышла целую полосу полоса у меня состоит вот так идет полоса полоса состоит из трех квадратиков вверх то есть прошлый раз у меня здесь были не дошиты вот такой маленький кусочек тоже из трех квадратиков вверх я этот фрагмент завершила перебралась наверх ну и практически практически тоже дошла до края не хватило у меня сил завершить этот кусочек просто уже больше не смогла дело в том что процесс сам по себе как бы однообразные цвета не такси синие серые и светло-серые темно-серые и когда ты вышиваешь ты видишь небольшой фрагмент до вышивается для прогона достаточно легко интересно материалы хорошие но долго вышивать сложно для меня я устаю начинаю мысленно искать себе какие-то занятия дома перебираю в мыслях мои начатые процессы мои наборы чем бы себя занять как бы отвлечься начинаю вставать ходить туда-сюда и в эти моменты как бы я понимаю что все хватит себя мучить нужно переключаться на что-то другое и да я конечно планировала весь месяц работать над этой картиной завершить ее но не получается у меня так ее вышивать ничего страшного я думаю переменными слагам сумма не изменится я буду вышивать ее частями в принципе у меня выше то уже практически одна третье работы вот этого кусочка только не хватает здесь и остается у меня три полных листа и вот этот вот фрагмент одна третье работы у меня выше то все то есть я даже вот если сделаю два подхода может быть сюда два месяца сделаю по два похода по подхода вот таким линиям то я ее завершу но опять же планы мечты надежды но надо как-то себя организовывать как-то планировать хоть как-то буду разбивать план работ не все сразу буду частями вышивать главное процесс идет это самое главное для меня не стоит работа вышивается нет каких-то технических сложностей вот единственное что меня утомляет работа только с этой вышивкой поэтому у меня есть процессы над который на который я отвлекаюсь вот и списывалась я с девочками вконтакте им показывала фотографии мне кто-то писал что не хватило ниток и я тоже написала что у меня закончился цвет 160 и благо у меня была в запасах это ниточка и закончилась рано рано этот свет то есть буквально где-то в серединке вчера перебирала я свои процессы и нашла еще моток ниток с этого набора представляете он просто у меня запал и там был этот 160 цвет поэтому пока у меня всего хватает но там будем как говорится посмотрим что будет получаться пока ниточек всех хватает вот ну вы видите получается очень красиво очень ярко несмотря на то что прогону все равно виден это это коряга да этот как называется правильно обрублено это дерево на котором сидят совы и виден хвост у совы вот хвост видно эти вот пятнышки да такие интересные лапы видно что лапы когти все все видно все видно вблизи когда вышиваешь конечно пиксельно а вот с расстояние очень красиво мне нравится я полюбила кастом крафт и планах у меня конечно много еще вышивок как сложится не знаю но хоть помечтать да вот такая красота у меня растет и продвигается но как я вам говорила что только ее я вышивать не могу мне нужно отвлекаться на другие процессы поэтому покажу вам те другие процессы на которые я отвлекалась так ну отвлекалась я от своих слов на наборчик dimensions это вот такие чудесные коты кто за кем наблюдает великолепный здесь скворечник очень нравится мне эти цвета этого скворечника птичек много котики такие славные сидят мышка там пробегает ну такая вот идиллия здесь знаете очень приятно быть дома и наблюдать в окно когда за окном непогода холодно снег идет дождь идет ты сидишь смотришь на происходящее действие а ты дома в тепле вот так наверное эти котики сидят над себе в тепле и наблюдают за этими птичками шебуршными а птички наблюдают за котами вот так так ну что у меня получается на конве так а на конве у меня вот такая здесь песня видите что происходит почему объясняю этот набор я начинала еще в семнадцатом по моему году боже мой там был у нас проект такой апрель месяц стартов и я начинала и середины так чтобы мне вышить хоть хоть что-то какое-то такое пятнышко понятное вышивала эту птичку потом когда я вернулась к этому процессу я приступила вышивать и пошла вверх шила шила вверх вышила здесь полностью все здесь есть и бэкстич где-то здесь не хватило какой-то нитки но ничего все было решено как только я вышла полностью вверх нужно было опускаться вниз я очень люблю вышивать сверху вниз мне неудобно не парковать не закрывать ряды как-то я не знаю но не с руки мне потому что я крести кладу сверху вниз вот поэтому я мучилась мучилась думала думала и решила что надо начинать снизу вверх рассчитала все разметила все потому что я такой человек что я могу делать ошибки да у меня проскакивает поэтому я очень старалась чтобы здесь все правильно посчитать и вот началась снизу внизу здесь у нас много-много полукреста полукрест сшивается очень очень легко и быстро поэтому я здесь марафоне лошила прям как швейная машинка шил этот полукрест и здесь тоже много полукреста где-то я вошла в азарт с полукрестом спутала его с крестом и какой-то цвет вышла полукрестом вечером это было дело а на утро я поняла что я неправильно вышел и мне пришлось сверху проходиться и закрывать сделать крестик ну все я сделала исправила вышла также бэкстич все красиво получилось очень меня как бы настраивают на позитив вот эти вот хвосты ну как красиво дименшин сделает хвосты у котов просто невероятно замечательная работа и знаете я вот вышивала эту работу и вспоминала у меня был такой совместный проект на канале мои любимые коты мы с девочками вышивали разные дизайны с котами это был такой праздник столько котов было отшито столько интересных дизайнов и я вспоминаю все эти прекрасные моменты думала может быть нам организовать второй такой совместный проект прошло много времени коты вышивки они очень интересные много наборов у нас у многих у девочек есть с котами мы их мечтаем повышивать еще этих готов прекрасных котиков вот я не кошатница но коты вышивки они такие классные вот и я подумала а может быть нам организовать с вами совместный проект 2 мои любимые коты как вы на это смотрите я думаю что я могла бы делать раз в месяц совместный отчет по вашим фотографиям и я думаю что можно всем принимать участие и блогерам и не блогерам будете мне прислать фотографии я буду делать совместный отчет и будем вместе вышивать разных котов меня много наборов с котами я бы с удовольствием все вышила напишите мне в комментариях будет вам это интересно или нет если будет несколько человек я думаю мы организуемся и повышиваем вместе котов вот ну а мои коты еще не появились я надеюсь что в июле месяце я их добью ведь буду вышивать уже начну попки котиков вот ну там чуть-чуть тоже головы полукрест и работа будет готова жду с недерпением очень очень мне нравится эта работа яркая сочная такая позитивная класс вот все рассказала по поводу этой работы такие мои в общем то новости но по традиции все мои текущие процессы месяца вместе все что я вышивала чем я занималась в этом месяце мои рукоделки пишите мне если вам интересна организация совместного проекта мои любимые коты 2 ну а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока это было папа греческому вступление теперь по русскому вступление хочу вас познакомить с нашим новым питомцем его зовут бор это поинтер охотничья собака ему четыре месяца но он такой крупный идет он похож как будет пять месяцев она поправляет меня муж ему пять месяцев но он похож как будто ему уже все семь восемь месяцев и ну видите грызет на то его вещи то что можно съесть погрызть выбросить и в общем то не жалко такой хорошим собака добрый спокойный живет у нас клетки ну потому что квартире по другому нельзя когда мы отсутствуем уже не может находиться без контроля вот а так когда мы рядом в общем то он очень хорошо себя ведет до сидеть себе спокойненько